В школе мы привыкли изучать язык через так называемую немецкую систему. Немецкая система – это система, которая делит слова на части. Нам всем это знакомо. Корень, приставка, суффиксы, окончания. И вот комбинируя, мы получаем те или иные слова. Русская школа русского языка звучит тавтологически, но зато по сути верно. Она предполагает изучение языка через смысловое содержание, когда родственными словами оказываются слова, порой совершенно непохожие друг на друга. И с точки зрения немецкой системы, привычной нам по школе, вообще не являются однокоренными. Приведу пример про рука и река. Разные слова. Есть рука, есть река. Вроде бы корни даже разные, если исходить из школьной модели. Но тогда возникает вопрос. Стоп. Если это слова разные, почему мы говорим «рукав реки»? Ну, «рукав руки» понятно. А почему «рукав реки»? И вот через русскую школу русского языка нам становится ясно, что изначально это были слова очень близкие, говоря в терминологии «ширая» слова одного извода. То есть у них был один источник, один исток, из которого они как ручьи разошлись. И если мы это понимаем, то в том числе мы понимаем, почему река начинается с ключа. Ну, родник понятно, а ключ? Почему ключ? При чем тут вообще ключ? Но если мы опять же смотрим на нашу руку и вспоминаем, откуда начинается рука, она начинается с ключицы, а ключица названа просто потому, что по форме напоминает ключ, и перенося эту логику на реку, нам становится понятно, почему река начинается с ключа, так же, как и рука начинает с ключицы, а заканчивается дельтой, вот прямо нашей ладонью растекает.